Доброе утро, друзья! Сейчас утро, утро, утро. Меня сегодня так рано подняло, но из-за того, что я вчера как бы рано легла. Сильно болела голова, поэтому я просто-напросто легла, сколько-то полежала, потом уснула. И сегодня меня, конечно, подняло ни свет, ни заря. Я встала в 5.20, вот. Что-то туда-сюда походила и решила, что раз у меня бэби всё ещё спит, я быстро-быстро себе приготовлю завтрак, потом уже пойду с ней гулять. Ну и как-то хоть немного потеплеет, что-то вечером у нас и с раннего утра ещё очень холодно. У меня сегодня... Ой, так, секунду. У меня сегодня завтрак достаточно непростой, но из-за того, что было в холодильнике. Я чищу холодильник, потому что, как вы знаете, я уже раз в 200 сказала, что я хочу ещё раз пройти свою диету маги, но у меня никак не получается собрать ингредиенты. Самая главная загвоздка в апельсинах и грейпфрутах, потому что не сезон. Наверное, если куда-то ехать в хороший магазин, то я куплю там эти, ну, в моих ближайших... Эти фрукты. Ну, в моих ближайших сетевых это всё в таком состоянии, что я купила на пробу два апельсина. Они, ну, в общем, они несъедобные. А грейпфруты даже по внешнему виду не хочется покупать. Клубника очень дорогая, яблоки я не ем. Бананы, ну, как, бананы в любой диете запрещены. Поэтому у меня вот такая загвоздка. Ну, а тем не менее, у меня мысли появляются, что, может быть, я сама для себя что-то там решу, как-то там придумаю. Например, апельсин заменить огурчиком или помидорчиком. В общем, буду думать. А пока, как всегда, освобождаю холодильник. Что у меня сегодня есть? У меня самое странное, что обнаружилась упаковка слоёного теста. Вот оно, слоёное тесто. Плюс ко всему дрожжевое, что я вообще практически никогда не покупала. Видимо, какая-то мысль была. Оно у меня полежало ночью очень сильно. Поднялось там прям вот такой толщины упаковка была. Поэтому раскатываю на муке. Вот. Одну половинку у теста раскатала. Можно было бы ещё раскатать. И будем делать что-то типа закрытой пиццы. Чищу полностью холодильник. Вот у меня здесь была банка. Там хоть и написано мини-томаты, но там болталось два маринованных огурчика. На балконе у меня лежат лук. Три штучки луковицы. Он уже там пустил эти во всю ростки. Поэтому, что там было, отрезала. Вон помидорчик нарезала. И здесь у меня кусочек колбасы. Это я делала окрошку. И кусочек сыра. Вот это всё будем сейчас впихивать. А чем намазать тесто, я не знаю. У меня нет ничего. Ничего, кроме майонеза. Значит, будем мазать майонезом. Начинаю собирать. Ну что, начинаем, да? Не знаю, что получится. Ну, в принципе, раньше же мы делали такие, как это там назвать-то, я не знаю, домашние пироги, что ли, которые называли пиццей, да? Ну, практически вот так вот и делали, пока у нас не появились хорошие настоящие пиццерии, где мы могли, собственно говоря, попробовать, что же такое настоящая пицца. И я потом научилась и тесто делать для пиццы, и соус томатный с базиликом сама делается. Вот поэтому сейчас это будет наш русский такой, да, пирог, притом еще и закрытый, вот. И будет называться, я его слепила из того, что было. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 ну вот 625 было когда я начала сейчас 6 42 не знаю кто хочет увидит время середина на среднее деление вверх-вниз без конвекции 180 градусов 180 поставила только из-за того что у меня там сырой лук если бы лука не было то можно было бы на 200 градусов поставить тесто готово и все готово там что там кроме лука нет сырых продуктов сколько там было 42 минуты до 42 18 23 минуты ну ладно 23 минуты минут 15 постояла я потом повернула другой стороной еще минут 10 13 или сколько там и все вытащила пошла с бэби гулять потом разрежу ну все мы с бэби вернулись вот начало десятого я жутко хочу есть но вначале мне надо накормить бэби вот я переложила отрезала смотрите милейший совершенно получился домашний пирожок так что мне приятного аппетита и я еще избавилась от части продуктов которые скорее всего были бы выброшены так что спасибо друзья что быстро быстро со мной приготовили завтрак ну до следующей встречи пока пока хорошего всем дня